Ранним утром на Советской площади у входа в районный историко-культурный центр за 10 минут до отправления уже стоит автобус. А в нем активные пенсионеры. Чтобы они могли познакомиться с историей и современностью Московской области, работникам историко-культурного центра приходится немало потрудиться. План составляется на квартал. Мы, историко-культурный центр, прозваниваемся в музеи, в исторические комплексы, договариваемся о поездке, согласовываем время и дату, ну и дальше уже едем. Подождав последних опоздавших, автобус отправляется в путь. А он не близкий. Более получаса ехать из Видного в конно-спортивный парк Русь. А потому экскурсия по родному краю начинается уже в дороге. И именно в остров он в 1668 году пригласил вселенских патриархов для того, чтобы они разрешили конфликт. В конно-спортивном парке делегацию пенсионеров уже ждут. В программе посещения не только знакомства с самим парком. Экскурсантам рассказали об истории становления российского коневодства, о способах ухода и дрессировки лошадей. Сейчас мы посмотрим на лошадку, которая у нас стоит. Это ромашка. Ромашка к нам приехала из Белоруссии. Она у нас используется под занятия верховой ездой для начинающих детей. Более 40 человек из поселений Видное и совхоз имени Ленина приняли участие в нынешней экскурсии. И для пенсионеров это возможность не только узнать что-то новое, но и сделать фотографии на память, поделиться эмоциями, с пользой провести время. И лошади это вообще великолепное животное, понимаете. Оно располагает, вот какое-то умиротворение происходит на душе. Я думаю, что мои все подопечные, им всем понравилось. Стоит отметить, что составляя планы поездок, организаторы ориентируются на мнение пожилых людей. Для этого среди пенсионеров постоянно проводятся опросы. Мы уже были в этом году в Подольске, но люди захотели еще посетить, но уже другие места тоже в Подольске. Планируем Раменское посетить, а также думаем к 9 мая продумать какие-то маршруты, например, Волоколамск, да, но какие-то места, которые связаны с Великой Отечественной войной. В настоящий момент по всему Подмосковью программой «Активное долголетие» охвачено более 30 тысяч человек. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.